Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. И пока все используют карантин в Украине как повод отдохнуть, я делаю контент. Всем, кто живет в Америке или у кого есть бизнес в Америке, это видео обязательно нужно посмотреть. Остальным же тоже, ведь это скоро будет и у нас. После этого видео у вас явно появится отвращение ко всему происходящему в Америке и в мире. Потому что в этом видео будет та правда, которую в США говорить не хотят. Да и в других странах тоже. Сегодня, четверг 19 марта 2020 года и мы опять творим историю. 18 марта 2020 года каждый доллар, которым по указанию Дональда Трампа поддерживали фондовый рынок, с момента его инаугурации просто исчез. Ничего не осталось. Ноль. Людей это точно не сделало счастливыми. Наоборот, многие чувствуют огромную боль потерь и истерически пишут и звонят всем подряд с вопросами «Я не знаю, что теперь делать дальше». Лично для меня эта ситуация настолько невероятна, что даже отвратительно. Мне не нравится наблюдать за тем, как людей так жестоко уничтожили. Фондовый рынок сегодня немного растет, но в этом не видно ничего многообещающего. Хотя есть позитивный сигнал, что доходность 10-летних облигаций казначейства США выше 1%. Я крайне советую вам наблюдать за этим графиком и ссылку на него оставлю в описании под видео. Если он упадет ниже единицы, вы увидите просадку на рынке в тысячи пунктов. Люди будут просто раздавлены. Сейчас они уничтожены, а потом их еще и раздавят. Но я очень надеюсь, что вы не поддадитесь ложному чувству надежды, глядя на этот график. Потому что, откровенно говоря, мы сейчас в самом разгаре всемирного экономического и рыночного коллапса. Нефть сейчас на уровне цен 19-летней давности. Это просто хаос. И это заставляет задуматься, что действительно здесь происходит. Почему Россия выбрала такой путь нефтяного сценария, когда она является самым большим производителем нефти в мире. Или одним из самых больших. Пострадали даже защитные активы. Мы видели то же самое в 2008 году. Фондовый рынок теперь потерял 30% стоимости. И этот эпический провал застал врасплох около 99% людей. Но не Уолл-стрит, который на этом заработал неплохие деньги. Все, что происходит сегодня, очень похоже на научную фантастику. Будто мы переживаем какой-то фильм. Действительно, каждый раз, смотря на улицу, я думаю, что я попал в какой-то постапокалиптический фильм. Сейчас я хочу перейти к очень важной теме, опять связанной с США. Но она может быть примером того, как будут развиваться события у нас. Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном производстве. Ну, подписал и подписал. Закон об оборонном производстве. И что такого? Закон об оборонном производстве был принят в США в 1950 году в ответ на начало Корейской войны. Этот закон был частью широких усилий гражданской обороны и мобилизации в условиях войны. Использовался он буквально несколько раз. Для Корейской войны, для Холодной войны с СССР. И еще несколько раз частично использовались его положения при Обаме и Трампе. Но что он значит? Дональд Трамп фактически объявил себя президентом военного времени. Военного времени. То есть США находится в состоянии войны. Что это означает для граждан и приватного сектора? Прежде всего, любой бизнес на территории страны может быть использован правительством, в частности для военных нужд. Это фактически порабощение частного бизнеса. Закон наделяет президента чрезвычайными полномочиями. Например, президент имеет право заставлять производство выполнять только необходимые для национальной обороны заказы. Второе. Президент может устанавливать или создавать такие механизмы, как нормативные акты, приказы и даже учреждения для распределения материалов, услуги, средств, чтобы содействовать национальной обороне. И третье. Это самый важный пункт. Президент имеет полномочия контролировать гражданскую экономику так, чтобы редкие, дефицитные и критически важные материалы всегда были доступны для нужд национальной обороны. Теперь я объясню третий пункт очень простыми словами. Правительство США теперь может законно, легально конфисковывать активы своих граждан. Вау, это просто невероятно. Если вы живете в Штатах, вы теперь не можете чувствовать себя в безопасности. Мне кажется, или в Штатах только что произошло что-то вроде переворота. Что вообще происходит? Америка фактически национализирует абсолютно все в стране. Как мы видим, пандемия дает зеленый свет не только ФРС, но и всем национальным банкам по всему миру. Это очень важно. На владение абсолютно всем в стране. Давайте на примере ФРС США поймем, что они делают. А то, что делает сегодня ФРС, делают и остальные центральные банки, в том числе и в вашей стране. Федеральная резервная система США сейчас предоставляет и неограниченное финансирование на покупку всего. Они национализируют корпорации, которые выстраиваются в очередь за спасательным кругом. Вы вообще понимаете, что это значит? Федеральная резервная система сейчас покупает Америку? Фактически они реально покупают Америку. Причем не только корпорации и банки, но и простых граждан скидывают на них вертолетные деньги. В Америке сейчас происходит негласная национализация всего подряд. Теперь президент подписывает закон об оборонном производстве. Если у вас есть бизнес США, если его посчитают критически необходимым для правительства, ваш бизнес заставят служить правительству. В противном случае ваши активы будут просто конфискованы. Они могут забрать абсолютно все. Так вот, у меня созрел вопрос. Как же это называется? Как называется явление, когда правительство начинает национализировать все вокруг и кроме этого может заставить вас и ваш бизнес служить им? Это просто переворот и путь. Если вы сейчас в США и вы не видите этого, не понимаете этого, то скорее всего, как бы грубо это ни звучало, вы заслужили все то, что правительство США собирается с вами сделать. Случился переворот. В США теперь абсолютно другое, измененное правительство. Оно пришло за правами своих граждан. И какие права они теперь имеют? Если правительство теперь может заставить вас быть рабами с угрозой конфискации бизнеса, активов и прочего в случае неповиновения. Федеральной резервной системе позволено купить Америку. Центральные банки по всему миру также получают разрешение и даже настоятельные рекомендации раздавать больше долговых обязательств, чтобы в итоге все принадлежало им. Они будут кредиторами и все им будут должны. Вы заемщики, вы принадлежите им. В США вы теперь не просто заемщик, но и потенциальный раб правительства. Президент США уже подписал этот закон. Вы все еще думаете, что он старается для американцев? Вы все еще думаете, что ваш центральный банк старается для вас? Прошу запомнить слово неограниченное. Неограниченное финансирование корпораций. Все американские граждане получат деньги от правительства на общую сумму 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов долларов на все 350 миллионов населения, плюс-минус сколько там живет. В то время как корпорации получают неограниченную поддержку, а не какие-то 500 миллиардов, которые ФРС тратит всего лишь за одну ночь на рынке Репо. Просто задумайтесь над этими словами и поймите, что они означают. Крупные корпорации получают неограниченную поддержку от правительства. Фактически они продаются, а ваш бизнес превращают в раба правительства, если ему так вздумается под угрозой конфискации активов, материалов и всего, что есть. Вы все еще верите, что это коррумпированное правительство работает на свой народ? Я скажу вам, на кого работает американское правительство, на новый мировой порядок, к которому нас всех готовят. Просто прямо сейчас идите и скиньте всем, кто пищит от радости от принимаемых решений Трампа, это видео. Потому что им этого никто не скажет. Никто не скажет правду в лицо, не боясь последствий. Скажите им, вы вообще понимаете, что происходит? Вы думаете, если вы не в США, вас это не касается? То, что сейчас происходит в США, скоро будет происходить везде, где есть коронавирус. Центральные банки создавались с целью владения и порабощения. В США происходит негласная национализация с помощью неограниченного финансирования со стороны ФРС фактически всего. Они покупают всех, даже граждан. А теперь Трамп подписывает этот оборонный закон и теперь имеет право фактически владеть людьми и их бизнесами. Под угрозой конфискации всего вашего нажитого богатства, имущества и активов. Проснитесь! Это будет происходить и в других странах. Идеальная причина, наконец, лишить нас всех свободы, купить нас, сделать нас вечными должниками. Причем абсолютно легально. Да еще и со штрафами в случае неповиновения. Почему Трамп не объяснил в выступлении, что именно он подписал? Да потому что если бы американский народ понял, что вообще было подписано, понял, что с сегодняшнего дня он живет из милости своего правительства, которое все национализирует, представьте, что было бы. США всю жизнь противопоставляли себя коммунизму, социализму. Но сегодня они уничтожили капитализм и зашли так далеко за пределы социализма, что ни одной социалистической стране даже не снилось. Это уже смесь коммунизма и фан... Я зацензурил название этой идеологии, но думаю, вы догадались, о чем я. В США случился путь. ФРС теперь разрешено правительством и Трампом владеть всем, даже гражданами страны. Вот правда, о которой не говорят нигде. Думаете, вас это не касается? Да это то, что ждет и нас. Мы потеряли 30% за 3 недели на рынке. Вы думаете, это конец? Они закидывают рынок дешевыми деньгами, пытаясь спасать долговой пузырь очередными долгами. Так вот, впереди этих долгов будет еще больше. Я просил вас держать в уме слово «неограниченный». Помните? Неограниченная финансовая поддержка от ФРС корпораций и банков. Неограниченная. Вот источник долга, который нас еще ждет. Стив Мнучин сказал, что если ФРС перестанет неограниченно поддерживать корпорации, то страну ждет новая Великая Депрессия. У них просто нет выбора. Поэтому нас это ждет опять. Кстати, вы заметили, что они всегда действуют по одному плану, если хотят чего-то добиться. Сначала начинают кризис, а потом предлагают способ его решения. Да такой, чтобы добиться своей первоначальной цели. А толпа потом аплодирует. Вау, они спасли нас всех. Именно так они крадут ваши права. Что же, ждем повторения американского сценария и в наших странах по той же причине распространения коронавируса. Какой удобный повод? Первое. Найти, придумать или разработать повод для финансового кризиса. Второе. Обвинить этот повод во всем. Третье. Создать панику. Четвертое. Отобрать свободу у населения. США прошли все эти четыре пункта. Остался последний, пятый. Осуществить необходимые реформы. Да сделать это под аплодисменты счастья. Знаете, единственный актив, который они не смогут у вас отобрать, это биткоин. Вам достаточно запомнить 12 слов, которые будут у вас в голове. И тогда биткоин ваш никогда никто не отберет. Биткоин это ваш децентрализованный голос против этой мошеннической системы. Клептократия. Меня зовут Богатейший Ди. Богатейте. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok